В Большом зале Центрального кинотеатра Бреста, Беларуси, в день премьеры нет свободного места. Все билеты на киноленту на другом берегу были раскуплены заранее. Фильм белорусского режиссера Андрея Хрулева «Первая ласточка» в современном отечественном кино, снятый в Беларуси и о событиях, происходивших в нашей стране в середине 20-х годов, вызвал неподдельный интерес у зрителей разных возрастов. Через простую историю любви, разворачивающуюся на фоне малоизвестных событий родной страны, авторы смогли показать всю боль белорусского народа. В 1925-26 годах Западная Беларусь была по сути колонией Польши. Власть оккупантов жестко выступала против православной церкви, белорусского языка и национальной политики. Но белорусы не покорились. В Ленте на другом берегу есть борьба за право быть. И любовь, и ненависть, которые вызывают у зрителя настоящие эмоции. Конечно, очень сильно затрагивает. Это наша история. Извините, мне тяжело говорить. Это наша память. Это наши предки. И в первую очередь бы хотелось всем людям действительно пожелать просто мира, добра и любви. Довольно актуальный фильм. Радует игра актеров. Подобрана идеально, на мой взгляд. И на данный момент само то, что надо, именно историческая тема, востребованная ко дню единства, я считаю, что попали в точку. Чтобы создать атмосферу и передать полноту картины для зрительского восприятия, съемки ленты проходили на трех белорусских реках. Ислачи, Зарянки и Немани. Так создавался единый образ реки, разделившей одну сторону на два берега. Интересно показан Раков. В 20-е годы один из мирных контрабандистских центров. Фильм получился живой и зрелищный. Совершенно недавно я со своей дочерью ездила на места, которые были указаны в этом фильме как территория Польши. И мы общались с жителями этого города, прямо сидели на остановке 17 сентября. И они говорили о том, что это был прекрасный день, когда наступил день освобождения. И бабушки, и дедушки жили на территории Беларуси, и кто-то на польской стороне, кто-то на белорусской. Поэтому как-то, наверное, все это живо даже в фотографиях на сегодняшний день. Я думаю, в каждой семье какая-то семейная история есть. Премьера киноленты не оставила равнодушными и юное поколение брещан. Каждый человек должен знать историю, что было в прошлом. Каждый человек должен об этом знать и понимать, что было и когда. Фильм получился хороший, увлекательный. И всем советую юношам сейчас в наше время учить историю. Серьезных художественных произведений о событиях, произошедших в конце 20-х и 30-х годов, до этого времени не было. Поэтому киноленту на другом берегу можно считать своеобразным прорывом, заполнившим эту нишу.